Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працуя Александр Гамоля. Добрые ранницы! У агрогородку Ляскавича отбылся международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич по лесу». У ему взяли удел творчие коллективы, маэстры и рамесники из Беларуси, а так само близкого и далекого замежа. Под обязанностью наших корреспондентов. Ляскавича по праву называют столицей этнокультурного фестиваля. Невеликое вёско Гомельской области уже у четвертый раз сбирая на грандиозное свято у дельников и гостей из разных краин. У гэтым годзе на Петриковщину приехали гості и музычные коллективы з ближнега замежа Молдовы и Китая. Фестивали, як «Клич по лесу», конечно, гэта тое, что отрозневает нас в першую чергу, як беларусов, те, кто несет свою стародавнюю, старожитную культуру. И, дякуючи якой, мы будем отрозненца от усяго того, что мы бачим сегодня у свете. Проветание у дельникам и гостям фестивалю накеровал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Яркое, урочистое открытие свято почалося с традиционного ознагороджения генеровых палешуков. С 2014 года гэтым званием отзначаются люди, які унесли особистую кладу развития палесся. Все лето до их лику долучилися былый генеральный директор Мазирского НПЗ Анатольку Приянов, старшиня фермерской господарки Збрыщины, Рыгор Дямко и народный артист Беларуси, мастерский керавник национального академического хору Мятятовича Михаил Дрыневский. Полесье – это вельми богатый, музычный, певчий край. И то, что сделали фестиваль именно для Полесья, сначала с усим, а сейчас видите, уже не международный фестиваль, уже из других стран приезжает. Это вельми-вельми добрая, это тоже великая повага, да и Полесья рукова. На открытии были представлены все культурные фестивали, які проходят на Гомельщине. На протягу дня перед публикой выступили больше за 20 творчих коллективов и коля 300 артистов. Сардечно сустракали на Петриковщине и ведомых белорусских выканавцев. Сегодня праздник невероятной человеческой любви, любви к жизни, к песне, к самобытности. У Год культуры все фестивальные мероприемства сприяли объединению интеллектуальных и творчих сел Гомельщины для захования историко-культурной спадщины, развития туризма в Полесьском регионе, паваи, да традиционной белорусской культуры. Национального стало больше, понимаете? Этого не было ничего. Я училась в белорусской школе, но этого ничего не было, все для меня это новое. Вот сейчас я понимаю эту белорусскую культуру, какая она должна быть. Веселые народные гулянии разгорнулись на березе Припяти. Кожный подворок заховал уникальный мясовый колорит и познаемив за одним из традиционных полезских обрадов. Гости свята побывали на народжении и хрешении дитяти у Глыбинцы, послухали весельные песни, убачили импровизованные дожинки. Активными удельниками подворков были мясовые народные умельцы – гончары, кавалит, качи, рыбаки и полевничая. Усих, затекавленных за довольнением, знайомили с сокрытыми самобытных храмествов. Праздник замечательный, столько эмоций, впечатлений, столько интересных подворек. Представлены все районы, настолько все здорово. Песни, танцы, пригожа, подаденные смачные стравы и адмысловый мясовый гумор. Давай теперь, вези по ярмарке, хочу поглядеть, что тут есть. У другой полови дня отбился другий у истории фестивалю конкурс «Палеская пригожунья». За гэтый титул змагалися 14 удельниц пяти палеских районов. Пераможцей стала 19-годовая Ганна Мяшкова с Петрикова. Клиж земли Палеской чувся аж до самой ночи. Лясковщина спявала и скакала, упрыгожвала радостными усмешками, моцным сяброуством, звонкими песнями и сапраудным, искрометным святом. Наталья Волынец, Дмитрий Радянко, Валерия Гапанько, Артем Каржицкий. Телерадо и компания «Гомель». 365 дзен у эфира, маль 7 тысяч годин уласного вяшчання. Больше, как тысяча выпуска у новин. Гот у эфира, отзначил телеканал «Беларусь-Чатыры». Аудитория телеканала «Беларусь-Чатыры» «Гомель» каля 80% уже хоров Гомельской области. Гэта больше, как миллион человек. Усет цывящання, выпуски новинов, ток-шоу, праме трансляции масовых мероприемствов. Аналитика, комментарии, популярные программы, масстатские фильмы и сериалы. За гэта год «Беларусь-Чатыры» став выразно сформированным телевизийным брэндам. Реализовано несколько крупных проектов за этот год. В частности, как конкретный пример могу привести «Юная телезвезда», где мы искали и нашли юные таланты. Появился сегмент детского вещания. Это программа «Страна безопасности». Успешно зарекомендовал себя проект «Добрый вечер», который каждый день у экранов телевизоров собирает огромное количество наших зрителей. И слава богу, нам удается и приглашать интересных людей, и заезжих артистов, которых мы привыкли видеть только по телевизору, а они стали немножко ближе посредством программы «Добрый вечер. Гомель» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». За усім гэтым стоит праца прикладно сотни людей. Над кожной программой працуют корреспонденты, редакторы и ведучие, телеоператоры, режиссёры, гукеры, режиссёры и графики, гримеры, техники, инженеры, водители. И гэта яща не полный спис. Але без якосного обсталявания их праца немае сенсу. «Беларусь-4» имеет мощную техническую базу. Минимум шесть выездных комплектов камер. Конечно же, обязательно студийный павильон. Там минимум три камеры. Соответственно, к студии требуется аппаратно-студийный блок с соответствующим оборудованием. И обязательно не менее трёх монтажных станций. Конечно же, нужна ещё одна графическая станция для производства графики. И для вещания требуется два достаточно мощных сервера, обеспечивающих выдачу всю эту эфир, и оборудование передач на передатчики и на волоконно-оптические сети по области. Гэта технічный минимум якосной работы регионального телебачення. По многих позициях на «Беларусь-4» ён пера вышаны. Год вещання для канала гэта мизерный термін. Каб разагнать велизарную телемашину на полную моц, безумовно часу потребна куды больш. Головная – за год пройдена перша основополагаючая ступень. Махчымась глядзець мясцовый телеканал на особной кнопцы отрымала практична уся область. Мы добились распространения канала во всём регионе. То есть мы присутствуем в эфирном вещании, это в Гомеле и Жлобине. Мы присутствуем практически во всех кабельных операторах. Если говорить о том, что мы можем предложить рекламодателю, так это наибольшая зона распространения среди региональных гомельских телеканалов. Плюс ещё то, что мы работаем на своеобразном интерактиве. Мы готовы делать проекты, которые будут удовлетворять запросам нашей целевой аудитории. Зараз на Беларусь-4 працует над тем, как телекартинка стала больше якостной. И она будет идти в эфир в HD-формате. Значно поширится информационное вещание. За наступный год канал повинен стать больше динамичным, шире наполнится уластными телепроектами, а главная статья ещё ближе для каждого жгара Гомельской области. Настасья Кучинская, Сергей Негеревич и Гармарышченко. Телерадиокомпания «Гомель». До инших тем, одразу некольких передовых проектов реализуются у энергетичным комплексе Гомельской области. Яны закликаны снизить залежность Беларуси от замежных крыниц и зарабить нашу энергетику больше экологичной. Настасья Кучинская ознайомилась с инновационными распроцовками. Будовництво сучасной котельни на мясовых видах Палева у посёлку Зябраука распочали у Саковику. На сегодняшний день тут выконали амаль 90% монтажных работ. На Чарзе – уклюшение технологичного обсталявания. Увод и эксплуатацию запланованы на початок Кастрычника. Мы поменяли здесь около двух километров сетей. Заменили на пи-трубу, на гибкую трубу, что экономически выгодно, в меньшем потере, чтобы больше до потребителей доходило. Но самая главная экономия – то, что мы за все энергоносители рассчитываемся валютой. А местные виды топлива – те же самые дрова, древесные отходы. Здесь, по крайней мере, надо будет, эта котельная на щепе работать. Оно гораздо дешевле. По словам специалистов, котельные и мини-цец на мясовых видах палива по эффективности не соступают аналогам, которые работают на газе. Например, мини-цец уречится, забеспечивая гаражей водой 17 тысяч жахаров, прикладночверть населительства города. Працуя на торфе и драуляных щепках, замест пары тут выкористовывают термо- и силиконовое масло. Работу цец контролюют три человеки в измену. Наработки наших последних лет заключаются в том, что мы совместили работу котельной, которая предназначена для работы в пиковом режиме, совместно с станцией. И сегодня мы регулируем температуру сетевой воды. Значительная экономия, опять-таки, использования газа в холодный период времени, тогда, когда включается котельная. Вытворшись не только экономная, але и экологичная. Лепшее подтверждение – это яблоневый сад. Его работники посадили побачь змини-цец. В этом году собрали первый урожай. Больше экологичное станет Гомельская ЦЭЦ-1. Тут вядется масштабная реконструкция. Монтируется новая газотурбинная установка могутностью 25 мегаватт с невеликим термином окупности. Гэты проект ожитявляются при патрымце Сусветного банка. После увядения объекта значно полепшится покажек по экономии палева. Мы шмат годов супрацовничаем с Гомельским отделением Департамента по энергоэффективности. У нас клалися вельми добрые относины, як на працовным, так и на человеческом узровнем. У Гомель Энерго так само працуются правдные профессионалы, супрацовничают с ними вельми приемно. Мы были рады переконаться, что Гомельская ЦЭЦ-1 хоть и за все будет завершена за пераджением графика. Усяго при патрымце Сусветного банка у Гомельской в области реализуются 4 энергоэффективные проекты. Модернизация еще нескольких объектов ведется за уластные сродки. У вынеку это дозволить предприемствам Галины выраблять больше энергии за те швидатки. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко. Отель радиоэкомпания Гомель. На Гомельшине распачался сезон традиционных восенских сельско-господарчих кермашов. У них принимают отдел сельгазвытворцы и гандлярызу всей в области. В областном центре кермаши разгорнулись на площади Паустанья и на традиционных пляцовках во всех районах города. Они будут працевать по выходных днях с 9 до 16 годин. Тут по приемальных ценах можно набыть садовину и городину, нового уроджаю, мясомолочную продукцию, рыбу, мед, саджанцы плодово-ягодных культур, а так само споживецкие товары и выробы народных промыслов. Ну, во-первых, я доволен. Удобно подъездные транспорт сюда подъехать, удобно, первое. Второе, выбор довольно приличный и цена приемлемая. Так что взяли лук на зиму, тоже очень удобно, близко здесь. Это раз. Во-вторых, смотришь, вот эти частники продают, которые вот за магазин, страшноватые братья у них, если сказать честно. Здесь хозяйство, знаешь, контроль какой-то есть, а там откуда, что тоже. Вот такие дела. Так что я очень доволен. До инших тем, у Международный день мира у Гомельской области на свет з'явились 74 дитяты, у Гомелли 49. Новоспечерных гомельчан на их мати повиншовали активисты областного отделения Белорусского фонда Миру. Подрабязности у наступном сюжете. Статус дитя миру у регионе отримливают усе малые, які народились 21 вересня. Гэты добрые традиции уже 9 годов. Сюлята кулькасть новонародженных самая великая за весь гэты час. Неожиданно у нас все было. У меня было кесарево сечение. Не знали, что это День мира. Нам уже рассказали потом. Мы очень рады. У нас родился прекрасный мальчик, Кирюша, 4,10, 58 сантиметров. Большая радость, нашу семья. Это второй ребенок. Уже у меня я первая рожала тоже здесь. Все прекрасно у нас. Все лето больше, як полова дятей миру народилась у областным центры. Акты у фонду миру наведал три родильной отделения Гомеля. Веншава не охочили и у райцентрах. У додаток до посвечения про своение статусу счастливым мамам уручили кветки и подарунки. Когда малыши эти подрастут, и он посмотрит это свидетельство, что я же дитя мира, я не должен нарушать то, что от меня требуется. Он будет стараться тоже максимально быть более воспитанным, более таким, ну, как говорят, патриотом своей родины. И так далее. И так далее. Одно из центральных пляцовок урочистости стал стадион завода Гомсельмаш. Мероприемства начались у 10 годин ранец. Тут была организована спортивная и культурно-массовая программа. Усе жадающие могли принять всю делу в разных споборництвах и конкурсах. На угол гостям свята было пропоновано больше 20 гульнявых пляцовок и мероприемств. Одным из самых ярких и видовищных по традиции стало шоу парашютистов, которые спускались из неба прямо на стадион. Сегодня у нас большой праздник, посвященный Дню Машиностроителя. Это парашенальный праздник наших командных строителей. Для проведения праздника мы предложили более 20 мероприятий, в которых могут принять любое желающее участие. Разыгрываться свыше 500 призов, очень много сладких призов и товаров на потребление. Хотим, чтобы люди отдохнули, чтобы набрались сил. Основными силами продолжали трудиться на благо нашей Родины. Их это была пошла информация выпуска. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова